В Чебоксарах прошел Кубок Чувашии по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. 23 команды с помощью комплексного бизнес-симулятора моделировали деятельность предприятия в условиях конкурентной среды и принимали управленческие решения для достижения цели. Вот так, сверяя цифры на калькуляторы, а затем с симулятора команды просчитывают каждое бизнес-решение. Среди участников как уже действующие предприниматели и управленцы, так и студенты. Многие здесь участвуют, чтобы проверить свои силы, а потом применить знания на практике. Дмитрий Сафронов считает, что эти соревнования учат работать в команде, подчиняться решению лидера и просчитывать идею на несколько шагов вперед. В рамках игры мы должны продвинуть инвестиционную привлекательность компании, следить за всеми финансовыми отчетами, следить за удовлетворенностью сотрудников и так далее, ставить цели и задачи, не работать на склад, грамотно уметь работать с ценой. Помогает сплоченность. У нас есть один лидер, капитан команды, мы его выбрали. Он, как говорится, предлагает идею, и мы ее поддерживаем, развиваем. Важно, что независимо от итогов участник оценивает свои профессиональные компетенции. За два дня команды приняли более 300 решений, которые в разной степени были успешными. Ошибки будут сделаны виртуальные, и будет возможность всегда вернуться, осознать их, подумать над ними. Ну и, конечно же, уже когда в жизни, в реальной жизни будете сталкиваться с аналогичными ситуациями, вспомнить их, ну и соответствующим образом, принимая решение, относиться к теми или иным рискам, а самое главное, использовать все те возможности, которые предоставляют нам ситуацию. Все участники Кубка Чуваши войдут в кадровый резерв и, возможно, в будущем управленческую команду. Как отметили организаторы, эти соревнования входят в линейку управленческих конкурсов Организации «Россия – страна возможностей», соглашение с которой было подписано на полях МЭФ-21. Лучшая команда представит Чувашскую республику на национальном финале Global Management Challenge в сентябре 2021 года в Нижнем Новгороде. Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Республика.